И лита! Расплюй! Продакшн представляет! В данном выпуске мы рассмотрим Контерпик такого героя, как Лешрак. Довольно сильный герой, его можно использовать как саппорта, так и очень сильного дамаг-дилера. Невероятно сильного! В данный момент герой невероятно популярен, очень популярен, особенно на про-сцене. Его берут каждую вторую игру. Что ж, давайте посмотрим, как можно оскорбить данное существо, чтобы он просто не захотел дальше играть. Первыми у нас идут такие два дружка, дурачки. Дурачица, стоят дурачица. Это Мипо. Да, наконец-то в Контерпик попал Мипо. То есть Мипо антигерой Лешрака. Можно сказать, что так. Ну, в первую очередь, потому что у Лешрака есть диаболики. Очень сильная способность. И ее суть в том, да, что когда много врагов, урон будет идти минимальный. То есть урон больше всего проходит по единоличному врагу. Поэтому здесь хорошо заходит Мипо. Если Мипо нападает на Лешрака, и у него много копий, да, то там дамаг будет идти минимальный. Вы меня слышите, да? Ну и опять же у нас ни разу не было Мипо. Мипо может кидая сеточку. Сейчас я покажу скилл! Опа! Опа! Блин, ладно, я очень плохо играю за Мипо, но вы поняли, в чем вся суть. Вот вы видите, урон между них, между ними раскидывается, и он минимален. А в это время-то Мипо не стоит, да, не смотрит на Лешрака. Они его бьют, бьют, бьют по щам. Пуфаются и убивают. Спасибо, Мипо, спасибо большое. Дальше у нас идет Снайпер. У нас уже был Снайпер, наверное, на пару раз. Снайпер почему хорошо заходит, да? У Лешрака все способности у него кастуются на определенный радиус, да? И Снайпер выходит за этот радиус. То есть, чтобы Лешрак достал до Снайпера, там, станом, да, или что-нибудь еще, ему нужно подойти к Снайперу. Но ведь Снайпер уже тоже не дурачок, правильно? Он же может убегать. Вы этого не знали, но Снайпер может отбегать и убегать. Например, подбегает Снайпер и бьет нас по щам. Вот бьет нас и бьет. Мы хотим кинуть стан. Но нам надо сначала подойти, видите, в чем проблема. То есть, мы должны подойти, очень медленно кастовать стан, и только тогда мы его кинем. Видите, как он стоит? О! 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 Также Снайпер может перебить нам стан с помощью ультимейта. И еще! Лешрак довольно тонкий герой. Здесь тоже хорошо заходит ультимейт Снайпера. Попробуем перебить мой первый скилл. Нет, немножко не успел. Еще раз, давай. Вот. Хотя, ну почти, давайте еще раз попробуем, мне просто интересно. не, скорее всего, он не перебивает, но не важно. Суть в том, да, что Лешрак тонкий, у снайпера ультимейт довольно хороший, также Лешрак не достает до снайпера. Ему нужно подходить, а в это время снайпер будет отходить и убивать. А, дальше у нас идет такая интересная двоица. Два брата акробата, хотя одна из них девушка, но не важно. Это Леон и Лина. Здесь лучше всего заходит Леон, да, но суть в том, что у Лины и у Леона очень сильные ультимейты. Опять, история о том, что у Лешрака мало здоровья и они очень сильно дамажат с ультимейта. Но здесь лучше заходит Леон, потому что у него еще есть хорошие способности типа Хекс. Также у него есть высасывание маны. Опять же, Лешрак очень манозависимый герой, понимаете, очень сильно зависит от маны. Не будет маны, он ничего не сделает, он носу будет ковыряться и все стоять. То есть, Леон там делает стан, ультует, например, кидает Хекс, его убьют остальные, да, и самое главное, он делает ему сосай. А давайте мы сделаем посильнее сосай, мощный сосай сделаем ему. Вы видите, да? Вы видите, как просто мана летит, на глазах исчезает, и все. В итоге, Лешрак ничего не сможет сделать, но здесь уже Леон хорошо заходит как саппорт, да? Просто будет помогать вашим союзникам убивать данного героя. Ну, естественно, если мы говорим про магов, то хорошо заходит антигерой, это антимаг, как ни странно. Ну, я думаю, здесь все понятно. Опять же, антимагу здесь хорошо собирать мантостайл, да, чтобы он делал копии, во-первых, опять, диаболики будут бить слабее, и антимаг будет быстрее сжигать ману, а когда антимаг сжигает ману с Лешрака, он его убивает с помощью ультимейта. Опа! пау! Вот вы видите, да? 4 хп. 4 хп! Ну, пускай будет так, ладно. Я все рассчитал, специально не хотел, чтобы он умирал. Ну, все, я вам показал, ну, 5 героев, но будем считать, что это 4 героя. Здесь Лина просто для примера, ее можно отсюда, вообще, убрать, удалить из доты. Я показал, как можно легко законтрить Лешрака. Сделать из него просто нуля. пишите в комментариях, какими героями вы контрите Лешрака. И пишите имя героя, на которого сделать контрпик в следующем видео.